Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки. Я уже не помню, какое это вообще открытие с момента старта Легиона. Что вообще у нас нынче происходит, но я всё равно хочу ледопасть. Мне её очень хочется дропнуть. Итак, начинаем. Лут на защиту. Поехали. На прошлой неделе я закрывал 20-й ключик и чертоги были моим любимым инстом с этой нелюбимой тринькой и она упала. Конечно, да, классно, спасибо. Всех благ, счастья, здоровья. Ладно, оставлю, может для чего-то потребуется. На прошлой неделе я закрывал 20-й ключ, поэтому я получаю 118 миллионов силы артефакта и ещё 47 сверху. Отлично, идём дальше. Ну, хотя бы силы артефакта до кучи, да, то есть это получается 165 миллионов при 38-м знании, а при закрытом 20-м ключе. Ну, неплохо, неплохо, я бы сказал. Итак, что нам пойдёт на паладин? Чекаем. На паладине я что-то в районе десятки, как всегда, закрывал. На этой, кстати, ещё неделе надо будет закрыть по-любому, потому что я ещё ничего не закрывал. Так, ну что, кликаем. Угу. Ожерелье звёзд. Окей, окей, ладно, пойдёт. Хорошо. Так, 7 и 2, 7 и 2, 56 и 8. Кстати, 7 и 2, 5, да? Частенько меня спрашиваете по типу, вот, когда, чё вообще, когда, чё, как выйдет. Знаете, 7, 2, 5, наверное, выйдет через недельки, так, 2-3. То есть, первая неделя выхода 7, 2, 5, это, ну, само 7, 2, 5, да? Вторая неделька, это нормал и хмрейд, гробницы Саргераса. Ну, а уже третья неделька, это мификрейды, под которые будет идти всё освоение. Ну, так вот. Так, начинаем скрывать за друля. Так, друид, страж. Поясок. Ну, достойный поясок, это улучшение всё-таки. Я доволен. А всё, то есть, получается, только 2 баджика упало. Угу. Ну, а старый можно распылить. Что там по эквипу? 906, между прочим, при легендарных ножках и ступнях. Вот так. Ну, у меня, конечно, есть легендарные запястья, но надо ножки какие-то, не знаю, достойные под это дело. А не те, которые у меня в текущий момент. Хотя... Не знаю, надо что-то придумать насчёт этого, на самом деле. Ладно, всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Ой, посижу, поделаю какие-нибудь локалочки. Локалочки на варе надо поделать, само собой, потому что всё-таки силы артефакта сейчас мне до кучи будут давать. Самых обычных этих локалок, которые раньше, допустим, давали 10 миллионов, а сейчас вроде бы там что-то в районе 14 или 15. Даже сейчас можем посмотреть это. Осколок мёртвого мира, это такой синий баджик, который дают обычно на расколотом берегу или за завершение нападения. Он давал 10... Да, что-то в районе 10 миллионов АП. А сейчас он даёт 15. Неплохо. Так это сейчас ещё можно припасы слить. Вот, давайте пойдём и сольём припасы, какая я не забыл. Поставим лут специально на Армса и вскроем все эти сундучки. Потому что частенько я начинаю замечать, что легендарки падают мне вне стрима. И вне записи видео, допустим. И надо бы это дело как-то решать. И вскрывать эти сундучки во время записи видео или на стриме. На стриме мне вскрывать не хочется, а вот на видосике самое то на самом деле. И это небольшой бонус к вскрытию, скажем так. Так ещё мы и аксессуары откроем. А я что-то забыл об этом на самом деле в начале видосика. Я как-то знания быстренько получил и решил, думаю, всё, сейчас я вскрываю сундуки. Конкретно сундуки на всех персах. Итак, я могу купить три аксессуара. Раз, два, три. Давай, вытягиваем их на панельку, ставим лут на защиту. Ага. И начинаем вскрывать. Ну давай. Так, это на продажу. Это тоже на продажу. И это тоже на продажу. Аннигилировать я это не смогу по той простой причине, что это околада лютого бойца. Для аннигиляции нужны предметы лютого гладиатора. Увы, 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 как говорится. Итак, ставим оружие обратно. Понимаете, почему на оружие? У меня 15 легендарок в текущий момент. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать и четырнадцать, пятнадцать. Те две, которые мне остались, это лут на оружие. Это перчатки, которые дают нам за смертельный удар вроде бы ярость. И ноги, которые при прыжке дают колосс на всех. А по какой-то там ачивия... Ну и куда мне вливать? Ну окей, ладно. Давайте вставку вливать. Вот все-таки наш голос, он не особо учитывается в этом плане. А пока что можно посидеть, попрожимать АПшку. Кстати, кстати, я не знаю, замечали вы, не замечали. Суть в том, что АПшка, которую мы получаем с вот этих вот припасов, она периодически удваивается за счет бонуса в нашем оплоте. И это классно. Так, теперь просто так их вскрываем. Прикиньте, лего упадет. Вот что вы тогда сделаете? Вот я радоваться буду на самом деле. Потому что мне бы хотелось все легендарочки на своего воина дропнуть до 7.25. По той простой причине, что в 7.25 вводят и так новые легендарки, а дропать старые в момент выхода нового контента как-то, ну не очень-то хочется. Ну что, вскрываем эти токены. 870 и говорят, прием, мы, говорит, не можем одеться, нам сложно одеваться. Ну, да, я понимаю, но сейчас все на проках завязано, поймите это. То есть, может вам прокнет, а может и не прокнет. Ну и все, получается, последний баджик на АП, который прокнул, кстати. Ну что, получается, осталось 322 миллиона силы артефакта. 322, кстати. 322 миллиона силы артефакта до 58 уровня артефакта. При 58 уровне артефакта будет уже 5800 универсальности на 10 секунд. И будет реально классно. Ну и это будет плюс 150 в ПВП. То есть, суммарно, там, 2900 будет прокать за вместо 2750. Вот так вот. Вот так вот все грустно. Не упала легендарка. Не упала ли до пасти. Всех вам благ, счастья, здоровья. Легендарок побольше. Если еще не вскрывали сундуки, то эпиков хороших, как говорится. Всего вам хорошего.